Давайте вместе прочитаем Слово Божие для продолжения нашего служения. Два места я предложу. Первое место записано Иоанна 15 глава 7 стих. Мы читаем здесь такие слова. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Ну и второе место записано послание Петра. Первого Петра, вторая глава, четвертый, пятый стих. Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устроить из себя дом духовный, священство, святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Благодать Божия действует над нами, поэтому мы сегодня в молитвенном доме. Именно Бог Духом Святым собирает детей своих, чтобы что-то нам подсказать, научить нас так, чтобы мы приблизились к Нему, предостеречься от всяких неправильных поступков. Жизнь во Христе Иисусе, она особенно тем, что она состоит как бы из двух составных частей. С одной стороны, Бог воздействует на нас и помогает нам устоять в вере, а с другой стороны, мы прилагаем все усилия, чтобы восхитить Царство Небесное. И поэтому мы без Бога ничего не сможем сделать. Но и Бог, со своей стороны, без наших усилий, так же не может действовать. И поэтому мы должны понимать три таких аспекта. Что если мы ожили для Христа, то с этого момента мы несем ответственность за поддержание и сохранение этой новой жизни, которую нам даровал Бог. Второе, мы должны понимать, что смерть имеет двоякую способность. Она, по сути, разделяет нас. Если смерть в руках Бога, она отделяет нас от всего греховного. А если смерть в руках дьявола, то от всего святого. И третье, о чем мы хотели поговорить, чтобы нам избежать смерти, которая от дьявола, нам нужно прилагать все усилия, чтобы приступать к Иисусу Христу, который есть камень живой, источник жизни. Вот об этих трех моментах давайте поговорим. Первое, о чем мы говорим, это что мы, оживши для Бога, несем ответственность за поддержание этой новой жизни. Мы читаем в Евангелии от Луки, в 8 главе, когда Христос толкует притчу о Сеятеле, то там, в 15 стихе, он говорит, описывает ту добрую почву, которая единственное принесет плод в своей жизни, а именно о верующих, о христианах. И он говорит так, «А упадшие на добрую землю, это те, которые, услышавшись Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто и умеет уши слышать, да слышит». Мы видим, что хранит его в добром и чистом сердце. Христос сказал, что чистые сердцем Бога узря. И если мы хотим однажды предстать пред Богом и так всегда с Господом быть, то то, что нам даровано от Бога новая жизнь, Слово, и мы прочитали с вами Христос, говорит, «Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то вот это условие, которое необходимо нам для того, чтобы сохранять, и мы несем за это ответственность». Евреям, 3 глава, мы тоже читаем такие знаменитые слова, это с 12 стиха. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Здесь апостол Павел говорит о начатой жизни, новой жизни, и мы несем ответственность, что если только начатую жизнь, сохраним до конца. здесь также говорится о лукавом сердце. И мы видим, что на нас лежит ответственность. Да, у нас драгоценный дар, но нам важно его донести до победы. апостол Павел говорит, что «я сохранил веру». Имам тоже предстоит много усилий совершить, чтобы сохранить наше упование на Бога. Поэтому переходим ко второму моменту. Это смерть как разделение. Мы видим, что нож в руках хирурга, скальпель, с помощью которого он может удалить раковую опухоль, кисту. Но в руках безумного человека это может быть орудием убийства. И поэтому в чьих руках смерть? И к кому мы идем, чтобы ложиться на операционный стол? Мы видим, что если мы приближаемся к Богу, как мы прочитали в первом послании Петра, то Он источник жизни. И Он пытается изъять из нас изнутри это черство мертвое сердце. Он пытается сделать нас мехами. способными новыми мехами, которые способны носить новое вино. И все, что в руках Божьих, оно приносит нам благословение. Мы читаем, апостолы говорят, что все служит нам ко благу, если мы со Христом. 1 Иоанна 3 глава говорит такие слова. Дети Божьи, это 10 стих, дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благоествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. Сегодня смерть действует в нас. Либо это смерть Христова, которая отделяет нас от греха, либо это смерть дьявола. И апостол Иоанн говорит, что если вы ненавидите брата, или у вас есть какая-то неприязнь к верующему человеку, то в вас действует смерть дьявола, этого безумного ангела, который восстал против Бога, который есть любовь. И сегодня он с этим ножом, он отделяет людей для ада, для вечного проклятия. Если я сегодня сижу в собрании и чувствую к кому-то плохие чувства, то мне нужно об этом сказать Богу. Господь, Ты призываешь меня любить братьев, а я сегодня кого-то уже ненавижу. Я встал на путь Каина. Что со мной происходит? Мы должны бить тревогу. Это от нас зависит. Это наше исповедание веры. Нас Господь наставляет возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Но дети Божьи и дети дьявола распознаются тем, что дети дьявола, они пребывают в ненависти. И они реально ненавидят людей, сотворенных Богом. И если я хочу, чтобы во мне действовала новая жизнь Божья, и чтобы Бог отделял меня от всего греховного, то сегодня она мне лежит, эта ответственность, приближаться к Иисусу Христу. Апостол Петр говорит, устрояйте из себя дом духовный. В Церкви Христовой есть только один раствор, из которого соединяются камни между собой. Этот раствор есть любовь. Мы читаем, что все пройдет, но любовь пребывает вечно. И вера упразднится, и знания, но любовь останется навсегда. Апостол часто пытался вложить в сердца верующих, что что бы ты там из себя не представлял, какой бы ты там не был супер-христианин, но если в тебе нет любви, то это ничто. Это проблема. Мы видим также в Римлянам, тоже говорится во второй главе, скорбь и теснота всякой души человека, делающая злое, во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава, честь, мир, всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елена. Тем, которые постоянно в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, им награду будет жизнь вечная, а те, которые по упорству своему и нераскаянному сердцу собирают себе гнев на день гнева, откровение праведного суда от Бога, каждый получит по своему состоянию, что он делал, живя в теле. И поэтому Христос говорит, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то Слово Божье будет так действовать в нас, что оно будет нас предостерегать от всех вот этих неправильных поступков, и мы будем понимать, что, ага, значит, мне не хватает любви или что-то не так с моим духовным состоянием. Поэтому апостол Петр во втором своем послании говорит, что в первой главе мы читаем с восьмого стиха, «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваши звания и избрания, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы видим, что наше звание и наше положение новое во Христе мы должны утверждать, как апостол говорит, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваши звания и избрания». И это утверждение, это повседневное своем хождении перед Богом мы должны ежедневно избирать жизнь. И стремиться к Иисусу Христу. Итак, мы переходим к третьему вопросу, о котором хотели поговорить. Чтобы избежать смерти, приступайте к Иисусу Христу. Да, в действительности мы видим, что чем ближе мы к Богу, тем ближе к источнику жизни. И если дальше от Бога, если мы удаляемся от Бога, то мы идем к погибели. Мы читаем, что все удаляющие себя от тебя гибнут, а мне благо приближаться к Господу Богу моему. Так говорит один из самопевцев. Мы знаем, что книга Абсалтырь, она описывает внутренние переживания верующего человека, который идет по узкому пути. И Христос призывает нас избирать узкий путь и избирать путь врата узкие, ведущие ко спасению. Поэтому то, что говорят самопевцы, избирая узкий путь, они как бы передают нам, и Слово Божие нам также передает, о чем помышляет праведник. Когда говорилось об Иоанне Кресителе, то одно из Его назначений служения было, чтобы Он вернул сердца отцов детям и мысли праведников тем, которые не покоряются. Мы видим, что сегодня как никогда нужно, чтобы внутри меня христианина пребывали эти праведные мысли, и это было сердце праведное, как у праведников, прошедших впереди нас. Мы видим, что в этой же недалеко главе Иоанна Иоанна мы читаем такие слова. 14 глава 23 стиха Иисус сказал ему в ответ «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдет слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, на пославшего меня отца». мы видим, что определяющим будет то, что любил ли я Бога здесь на земле или нет. Именно эта любовь поможет мне соблюсти слова Божьи и избежать вечной смерти. И поэтому мои усилия должны быть направлены к тому, чтобы я любил Бога, стремился к Нему, чтобы слово Его пребывало во мне, а я пребывал в нем. Христос так и сказал, что если во мне пребудете и слава Мои в вас, то это будет залог вашего успеха. Во втором послании Иоанна 1 глава 9 стих мы читаем «Всякий приступающий учение Христово и не пребывающий в нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына». Достаточно пренебречь Библией, перестать ее читать, слушать, ходить на собрания и в какой-то момент начнете переступать через учение Христа. И тогда мы читаем, что итогом этого будет, что человек не иметь будет ни Бога, ни Иисуса Христа. Но кто пребывает в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. И поэтому насколько важно мне пребывать в учении Христовом, чтобы мне не лишиться Бога, чтобы я не остался сам по себе один на один с этими проблемами в жизни и в конце концов предстал пред Богом как осужденный грешник. Поэтому пусть Господь сегодня поможет нам заботиться о том, чтобы мы пребывали во Христе, приближаться к Нему камню живому, человеком и отвергнутому, но Богом избранному, драгоценному. И самим устроять из себя дом духовный, чтобы я также в деле Божьем участвовал, приносил ему добрые плоды. Возможно, сегодня в нашем собрании есть те люди, которые еще не примирились с Богом. И если о том, о чем мы сегодня разговаривали, вы находите и у вас тревога в сердце, что что-то не так с моей верой, с моим христианством. Нет другого способа, как только приблизиться к Богу, прийти к Нему. Нет другого способа исправить свою жизнь. Перед вторым предшествием Иисуса Христа Бог дает еще нам время для покаяния, для исповедания, для того, чтобы мы привели все дела свои в порядок, для того, чтобы мы приблизились к Нему, и применив все свои усилия, смогли пребывать во Христе, и чтобы Его Слово пребывало в нас. Пусть Ему будет слава за все отсутствие на дух Аминь.